Привет-привет! Студенческая жизнь в неведении — это не жизнь. Поэтому творческая команда «Универ Ньюз» уже приготовила для тебя самые интересные новости, о которых ты узнаешь первым. С тобой Аделя Мухамедшина. Сегодня в выпуске. Здесь ответят на все вопросы. Ильшат Гафуров встретился с экономистами КФУ. Вперед за новыми результатами! В университете собрались представители ЮНЕСКО. Главное не сдать, а прийти. Первокурсники узнали, что такое истинное студенчество. Экономисты Казанского университета встретились с ректором, чтобы задать ему вопросы, как говорится, напрямую. Каковы самые популярные темы в Институте управления экономики и финансов? Смотри в нашем следующем сюжете. 13 сентября в КФУ состоялась встреча ректора с коллективом Института управления экономики и финансов. Лидер ВУЗа отметил, что университет ждет ответственный период. Предстоит быть готовым ко многим изменениям. Все результаты будут зависеть только от того, насколько эффективно удастся выстроить систему взаимодействия. Для успеха есть все предпосылки. Этот год особенный в связи с тем, что достаточно много у нас с вами неопределенностей. И нам предстоит все время адаптироваться к достаточно быстрым изменениям, которые уже идут и которые, вероятно, всего еще нас с вами ожидает. И стабильность нашей работы во многом будет зависеть от того, как мы сформируем собственные ориентиры, опираясь на ту бюджетную основу, которую мы с вами получили в результате приема или приемной кампании текущего года. Рассказал Ильшат Гафуров и об отдельных проектах. К подобной открытости студенты и сотрудники КФУ уже привыкли. Важно, чтобы каждый понимал, что реализация столь масштабных проектов, как, например, университетская клиника, требует участия каждого, от лаборантов до экономистов, способных почитать экономическую целесообразность той или иной ветки развития. В конце прошлого года мы получили три учреждения медицинских, вы, наверное, об этом тоже знаете и слышали. Большая республиканская клиническая больница 2, БСНП, больница скорой медицинской помощи и поликлинику. На территории этих объектов идет колоссальная модернизация, поскольку мы хотим сделать их очень передовыми, я слово инновационные специально не использую, клиниками, которые в первую очередь будут служить для подготовки наших будущих врачей. Несмотря на полноту доклада и охват практически всех наиболее важных тем о работе КФУ, зал активно задавал вопросы. На основании вопросов можно сделать вывод о том, что волнует сегодня университетское сообщество. Отрадно наблюдать, что в университете увеличивается число тех, кто достигает новых рекордных высот, прославляя свое «Альма-Матер». Абеля Мухаммедшина, Ленар Тавлитьяров, Универ-Ньюз. ЮНЕСКО в Казани. Казанский федеральный собрал выдающихся деятелей науки по вопросам сбережения человечества и всемирного культурного наследия. Все подробности смотри в нашем следующем сюжете. Казань принимает международный форум ЮНЕСКО «Сбережение человечества как императив устойчивого развития». В рамках мероприятия в Казанском федеральном прошла масштабная научно-практическая конференция. Заседание с семи секций освещает широчайший круг проблем. При всем нашем разнообразии мы объединены общей человеческой культуры. Через общение, знание других языков, через диалог и научное сотрудничество мы выходим за как-то установленные рамки. Расширяем наши знания, узнаем иные традиции и обычаи. Сегодня «Сбережение человечества» должно стать самой главной темой современной международной повестки дня и поддерживаться всеми странами, народами и гражданским обществом. География участников охватывает не только Россию, но и зарубежья. Напомним, что Казань претендует на звание Всероссийского центра компетенции по сохранению памяти человечества и объектов культуры, благодаря уникальному опыту в данной области. Ксюша Цзен, Роман Самарин, Универньюс. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюс. 21 сентября в рамках второй международной научной конференции «Наука будущего наука младых» представители КФУ проведут Ночь науки. Участники конференции, будущие студенты и гости города смогут в неформальной обстановке познакомиться с занимательными сторонами различных научных направлений. Цудентка Казанского государственного энергетического университета Лада Филиппова завоевала бронзу на первом чемпионате мира по боевым искусствам, который накануне завершился в Южной Корее. Соревнования собрали более двух тысяч участников из 86 стран мира. Продолжается набор в спортивной секции КФУ. Занятия проводятся по 22 видам спорта. Казань заняла третье место в рейтинге городов России по числу опасных водителей. Соответствующие исследования провели сотрудники компании «Альфа-страхование». В Казанском Кремле прошли игры за купюру в 200 и 2000 рублей. В акции приняли участие несколько сотен человек, несмотря на дождь. В Набережных Челнах прошли детские соревнования по баге. Самому младшему участнику было всего 6 лет. В Нижнекамске начинается отопительный сезон. Отметим, что в Казани отопление дадут примерно в третьей декаде сентября. В Елабуге прошел парад невест. Девушки в свадебных нарядах прошлись по улицам города и приняли участие в забеге, где должны были поймать жениха. В Казани поставили памятники доверию и ожиданию. Трогательная скульптура появилась на углу улиц Чернишевского и Профсоюзной. Казанский федеральный университет стал лидером среди вузов Российской Федерации по числу набранных платных студентов в 2016 году. Число платников в УЗИ составило 3357 человек. Осторожно, спойлеры! Пока идут съемки седьмого сезона «Игры престолов», мы предлагаем разобраться, что в саге Джорджа Мартина чистый вымысел, а что основано на реальных исторических событиях. А помогла нам в этом студентка Института филологии и межкультурной коммуникации Дарья Филянова, которая изучает песни льда и пламени с научной точки зрения. В основу вселенной песни льда и пламени Джорджа Мартина легла средневековая Англия. Между усобицей, раздирающей Вестерос, не что иное, как отсылка к войне Аллы и Белой Рос. А Старки и Ланнистеры – это воевавшие между собой честные Йорки и хитрые Ланкастеры. К примеру, порочная личность ненавистного всем злобного короля Джофри была списана с Эдуарда Ланкастера. По слухам, он, как и Джофри, был незаконно рожденным и страдал безумием. А Маргарит Тирелл можно сравнить с королевой Маргаритой Анжурской, которая была вынуждена вести дела за своего молодого мужа и негласно узурпировать власть. Маргарит Тирелл тоже самое, в принципе, делает. И когда выходит замуж за Томана, ему всего лишь 8 лет по книге. Естественно, он полностью еще не дееспособен ни как правитель, ни как мужчина. Она полностью действует в своих интересах, полностью продвигает свою политику. И в целом, в серии романов фактическое правление осуществляется через женские образы. Все они не только соответствуют прототипу классического образа королевы, но и в действительности каждый из них в полной мере талантливо осуществляет веренную ей в руки власть. Единственное различие в подходах и умению ею пользоваться. Немаловажная роль в саге отведена религии. По сути, в произведениях противостоят друг другу все основные типы человеческих верований. Старые боги Севера и рода Старков, культ Семерых – основная религия Вестероса и оккультный монотеизм, представленный культом Рклора. В принципе, люди, которые должны нести какое-то хорошее отношение к религии, свет, тепло, добро, любовь, этого мы не видим. И фактически Мартин показывает только оборотную сторону религиозной власти – фанатизм и жесткое насилие фактически над людьми. Однако, даже зная средневековую историю, сложно предсказать, чем закончится захватывающая летопись Вестероса. Можно быть уверенным, что Джордж Мартин приготовит для своих фанатов поистине эпичный и неожиданный финал. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ Ньюс. Первокурсники уже две недели ходят на пары, слушают лекцию, пишут конспекты. Осталось познакомиться с увлекательной творческой частью студенчества. Для этого ежегодно проводится экскурсия по студенческой жизни. Хотя первокурсники уже успели почувствовать вкус студенческой жизни, бесконечные пары, лекции, конспекты, все же самое интересное еще впереди. Ведь помимо образовательной части у студенческой жизни, как и у медали, есть другая сторона – веселая и развлекательная. Для того, чтобы влиться в творческую жизнь вуза, нужно тщательно выбрать студенческий коллектив, ведь их в Казанском федеральном немало. А чтобы упростить свой нелегкий выбор, можно сходить на экскурсию по студенческой жизни и увидеть все своими глазами. У нас в общей стенах Казанского федерального университета более 90 творческих коллективов по разным направлениям. Театр, хореография, музыкальные направления. И, конечно же, час-полторы программы не уместят всех 90 творческих коллективов. Сегодня на нашей сцене самые-самые звезды наших танцевальных направлений, вокальных. Свои звездные творческий путь многие студенты КФУ начинали именно после экскурсии по студенческой жизни. Я был зрителем на своей первой экскурсии по студенческой жизни, я был первокурсником, там был интерактив залом, и меня вытащили прямо из зала. И я сразу попал на сцену на своей первой экскурсии по студенческой жизни, хотя я был зрителем, а я уже побывал на сцене, и я вдохновился на самом деле сценой уникса и начал уже творить. Я увидел, насколько все это круто на танцы, на вокал, на все на это. Потом, как раз после экскурсии по студенческой жизни, я решил, что пойду танцевать, и уже четвертый год я танцую в университете. Не упусти свой шанс стать звездой Казанского Федерального. Приходи 19 сентября в деревню Универсиады или в Малый Залоникса и записывайся в студенческие коллективы КФУ. А если ты пропустил экскурсию по студенческой жизни, не беда, ведь наш канал вел прямую трансляцию с мероприятием. Анастасия Иванова, Ленар Довлетиаров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не унывай, ни кисни, ни мерзни. Мы встретимся совсем скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»